Он мог погибнуть в горящем танке еще в 41-м. Спас боевой экипаж. Михаил Тимофеевич Калашников пережил войну. Автомат его имени появился через два года после победы. Сегодня, в свои 91 год, он самый великовозрастный сотрудник корпорации Ростехнологии. Отметив великую победу в 66-й раз, он по-прежнему в строю. Он является консультантом генерального директора Рособоронаэкспорта. Постоянно выезжает на многие выставки и участвует во многих переговорах, когда мы обсуждаем вопросы продажи его вооружения, его автомата Калашникова. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Калашников пишет мемуары, четыре дня в неделю приходит на работу. Долголетию оружейника теперь завидуют. Я никогда к врачам не обращался. Все не до этого было. После войны, увлекшись стрелковым оружием, он, самоучка, начал создавать идеальный автомат. Простой по конструкции, но надежный. Первые образцы Калашникова у специалистов вызывали лишь улыбку. Однако он продолжал учиться. Читал книги, ходил в оружейные музеи и совершенствовал автомат. В 47-м на государственном конкурсе легендарный оружейный конструктор генерал Дегтярев признался. Конструкция образцов сержанта – совершение моих. Свои, наверное, придется сдать в музей. АК приняли на вооружение. АК Калашникова определили главным конструктором на Ижевский завод. Сам молодой сержант пришел сюда в погонах и подобрал молодых ребят. И вот эти молодые ребята дружно влились в этот коллектив, который я возглавлял. И за короткий период создали ряд образцов, которые заняли первое место и были приняты на вооружение советской армии. Просто сделать в тысячу раз сложнее, чем сложно. АК взяли на вооружение армии и спецподразделения 106 стран мира. Калашников стал самым массовым стрелковым оружием и даже появился на флагах некоторых государств. Американцы, которые сегодня ведут военные действия в Афганистане, в Ираке, они как раз пользуются в основном нашим оружием. Но покупают его, к сожалению, не напрямую от нас, а через Украину, Беларусь или же просто берут где-то на складах старое вооружение, которое достается им. Новые образцы АК, пока еще секретные, проходят испытания. Обещают, что по характеристикам они будут гораздо лучше нынешних. Но в любом случае, главный принцип автомата, который вкладывал в него легендарный Калашников, простота будет и в новых моделях на первом месте.